МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня в эфире национального телевидения и национального радио Чувашии. Говорим об актуальном с министром внутренних дел по Чувашской республике, генерал-майором полиции Виктором Анатольевичем Шмидковым. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Здравствуйте, Татьяна. В течение 9 дней к нам на прямую линию поступило более 30 вопросов. От жителей республики. Для вас, Виктор Анатольевич, сегодня рассмотрим часть из них. Спасибо. Предлагаю начать с криминогенной ситуации в Чувашской республике. Как обстоят дела на сегодняшний день? Есть ли рост преступности? Я бы охарактеризовал состояние преступности, которое складывается у нас на территории в текущем году, следующим образом. При незначительном снижении числа зарегистрированных преступлений снизилось количество совершенных тяжких, особо тяжких преступлений, и в первую очередь таких, как кражи, разбои, грабежи. Во-вторых, на четверть снизилась подростковая преступность. На 9% снизилось количество совершенных преступлений лицами в алкогольном опьянении. Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. И, наконец, количество дорожно-транспортных происшествий значительно снизилось, и в том числе погибших и пострадавших в них наших граждан. Но при этом изменилась структура преступности по так называемым информационно-коммуникационным технологиям. Это преступления, в основном кражи и мошенничества, которые с 2015 года возросли практически в 7 раз. То есть, если в 2015 году их количество зарегистрировано порядка 650 преступлений, то к концу 2000 года их число составило порядка 5000. И доля в структуре преступности в текущем году составила 38%, что выше прошлого года на 1,8%. Раскрываемость преступлений составляет у нас 61%, что выше среднероссийского и окружного показателей. Ну а уровень преступности на протяжении нескольких лет остается стабильным и ниже среднероссийских показателей. Приступим к вопросам от наших телезрителей и радиослушателей. Вот первый вопрос от местной жительницы. Соседи дебоширят, гуляют, пьют, шумят. Вызывали несколько раз патруль, все равно продолжают буянить. Какие меры воздействия есть? Что можно сделать в таких случаях, Виктор Анатольевич? И работает ли в нашем регионе так называемый закон о тихом часе? Когда можно громко включать музыку, а когда проводить ремонтные работы? И что грозит нарушителям тишины, как ночной, так и дневной? В нашем регионе с 2003 года действует закон Чувашской республики об административных пронушениях, в котором с 23 до 7 утра и в праздничные выходные дни с 22 до 8 утра запрещены нарушения тишины и покоя граждан. За что наступает административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1500 рублей. Это сразу или после уже предупреждения, когда они не прекращают, получается, шуметь? Ну, в каждом случае мы подходим индивидуально. И я могу сказать о том, что у нас вот такого рода административных пронарушений, выявлено в текущем году порядка 200 с лишним случаев. И хотелось бы также отметить, что вот за нарушение тишины, когда проводится строительная, ремонтная работа в многоквартирных домах, также существует запрет. И также те, кто не понимает с первого раза, когда не находится какого-то консенсуса среди граждан, жителей, то вызываемся, приглашаемся мы, и мы, безусловно, реагируем на эти все сообщения. То есть во время тихого часа тоже нельзя всё-таки шуметь, потому что, говорят, каждый регион сам принимает решение, или там всё-таки это по договорённости с соседями. Если попросили соседей, всё-таки надо остановить шум? Ну, конечно, у нас же, я же сказал, что существует запрет. И, наверное, каждый хочет отдохнуть в свободное от работы время, немножко поговорить, и ему, может быть, лишний звук этот, он мешает. И, кстати говоря, что ответственность наступает в том числе, если будут установлены какие-то громкоусиливающие звуковые устройства, нет, без согласования с органами власти и местного самоуправления, в том числе и на транспортных средствах. Тогда, получается, время тишины у нас тихий час со скольки? С двух или с часу до трёх? С двадцати трёх. Это ночью? Да. Ага, а тихий час днём который? Ну, как таково, здесь законодательство определено. Не определено. Только самое главное – не шуметь после одиннадцати, получается. Совершенно верно. Хорошо, приступаем к следующему вопросу. В тёплое время года нередко во дворах жилых домов собираются шумные компании. Распивают спиртные напитки. Какая ответственность за это предусмотрена? И какие профилактические меры принимаются вашим ведомством в таких случаях? Ну, во-первых, при поступлении таких сообщений мы всегда, безусловно, реагируем. И вот таких сообщений нам поступило больше двух тысяч случаев. Весенний-летний уже период, хотя начало лета, да? Ну, я вам хочу сказать… Нет. Ну да. Я вам хочу сказать о том, что, в общем-то, в прошлом году таких сообщений было меньше в связи с пандемией. А сейчас, с наступлением тёплого периода, конечно, их число возрастает. И в соответствии с законом, с административной ответственностью существует ответственность за употребление алкогольных напитков и нарушение общественного порядка. Безусловно, мы реагируем и на все сообщения граждан и принимаем меры административного воздействия. Но здесь мне хотелось бы также посоветовать нашим гражданам, пользуясь как бы случаем. Активнее работать по установке камер видеонаблюдения во дворах. Ну, во-первых, наверное, как любой злоумышленник, так скажем, или нарушитель, он, зная о том, что во дворе идётся видеофиксация, наверное, это его немножко приостановит от каких-то противоправных действий. И поэтому, в общем-то, нам будет удобнее зафиксировать, задокументировать то или иное деяние. Следующий вопрос. Каждый год, также весенний-летний сезон, злоумышленники крадут велосипеды. Это прямо-таки бич, я бы сказала. Давайте посмотрим сюжет про таких правонарушителей сначала. В начале августа в отдел МВД России по Чебоксарскому району были доставлены двое граждан по подозрению в совершении краш велосипедов. Оба уже ранее судимые за различные хищения, на этот раз задержаны с поличным. В одном из посёлков Чебоксарского района молодые люди проникли в хозяйство 47-летнего мужчины и вытащили оттуда два велосипеда общей стоимостью около 20 тысяч рублей. Однако злоумышленников на месте поджидали правоохранители. В полицию от жителей населённого пункта ранее уже поступали сообщения о хищениях, поэтому улицы здесь были под особым контролем. Я один, а две. А зачем взяли? Я пьяный. В настоящее время один из задержанных находится под арестом. В отношении второго на время следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция проверяет причастность двух жителей Чебоксар к совершению аналогичных преступлений. Похищенные велосипеды возвращены законному владельцу. Чебоксары. 4 утра. Улица Престанционная. Внимание неизвестного привлёк магазин велотоваров. Дверной замок оказывается бессильным натиску правонарушителя и вскоре злоумышленник уводит стоявший возле двери новый велосипед. Позже видеозапись внимательно изучат правоохранители. Улики и доказательства на месте преступления найдут эксперты и представители кинологической службы. А предполагаемый преступник будет задержан по горячим следам в течение суток. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данный гражданин был установлен. Им оказался житель города Чебоксары, где в последующем с сотрудниками уголовного розыска был осуществлен выезд по месту его проживания, где он был задержан. Велосипед был изъят. Задержанным оказался 24-летний Чебоксарец. Ранее молодой человек привлекался к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. Сейчас в отношении него избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. Велосипед в целости и сохранности вернули владельцу магазина. Спасибо большое нашим полицейским, что быстро и оперативно нашли велосипед. Виктор Анатольевич, все-таки много ли таких преступлений и удается ли найти все-таки в большинстве случаев таких злоумышленников? Да, ну, это цифра относительная, но в любом случае каждый факт – это потеря имущества, и мы, соответственно, реагируем на каждый такой факт. В текущем году с января по май на территории нашей республики зарегистрировано 23 таких случаев, и в 17 случаях мы данные преступления раскрыли. И если это сравнивать с прошлым годом, то вот в прошлом году таких фактов за этот же период было 36. Причем всплеск вот такой активности произошел у нас в конце лета и начале осеннего сезона. Когда уже все расслабились, да? Вы знаете, мы тоже, в общем-то, уделяем этому достаточно серьезное внимание и времени тратим. Но уместно было бы обратиться и к самим владельцам данных двухколесных транспортных средств. Я бы попросил вас, пользуясь сегодняшним нашим случаем, всех тех, у кого имеются велосипеды, не оставлять их без внимания, оставлять их возле магазинов. Есть запорные устройства, соответствующие велозамки, и, конечно, это сохранит ваше имущество, и меньше будет работы, в том числе и до нас. Ну а, как правило, в каких случаях, с целью какой совершаются данные преступления? Это либо покататься, либо продать через Авито, либо через разного личного рода скупки. Ну и не исключаю, что издача их в качестве металлолома. А, кстати, когда они пристегнуты вот этими замками, меньше крадут? Вы обращали внимание на такой фактор? Конечно, обращали. И есть примеры, когда и перекусывают, но это уже те, которые намеренно, умышленно идут на кражу. И, в общем-то, мы такие факты тоже, таких правонарушителей, так их назовём, устанавливали в текущем и в прошлом году. И, конечно, это просто, как вот мы сейчас с вами цифры свыравниваем, да, если в том году было 36, а сейчас 23. Конечно, это результат вот, наверное, той работы, может быть, и сами граждане более ответственно стали относиться к своему имуществу. Вот у нас есть ещё такой интересный вопрос от телезрителей и радиослушателей. У ребёнка украли велосипед. Спустя месяц на Авито обнаружили, как наш велосипед кто-то другой продаёт. Вот что можно сделать в таком случае? Возможно вообще этого злоумышленника найти, который уже в сети продаёт украденный велосипед? Ну, конечно, найти его можно и нужно найти. Но в первую очередь нужно обратиться к нам, чтобы мы уже совместно определили, как это правильно сделать, как это законно сделать, чтобы вернуть. Но ни в коем случае не надо вступать в диалог. Если опознали свой велосипед, пожалуйста, обращайтесь, и мы окажем вам содействие. То есть это в местные органы полиции? Конечно. Переходим к следующему вопросу. Какие меры полиция планирует предпринимать в профилактике нарушений дорожного движения водителями электросамокатов, которые сейчас стали очень популярны? Их очень много на тротуарах, и нередко они представляют опасность из-за высокой скорости движения. Как вы работаете по этому вопросу? В настоящее время существует такое понятие, как средства индивидуальной мобильности. К ним относятся различного рода электросамокаты, так называемые мотоколёса, которые не относятся к транспортным средствам согласно соответствии с законом. Но когда на данные средства восстанавливается электромотор мощностью свыше 250 ватт, и который может достигать скорости свыше 50 км в час, то в данном случае оно уже является транспортным средством, на управление которым каждый тот, кто садится и управляет на него, должен иметь право управления в соответствующей категории. Поэтому если тот, кто задумал это сделать и покататься на таком виде транспорта, то должен понимать о том, что за это существует административная ответственность в соответствии со статьей 12.7 Кодекса административных правонарушений. А в основном вот эти все средства, они, в общем-то, достигают сравнительно высокую скорость. Но могу также сказать, что начиная с первого появления вот этих таких вот средств, так называемых СИМ, если вкратце, средств индивидуальной мобильности, мы активно работаем с администрацией, в первую очередь города Чебоксары, проводим определенную разъяснительную работу с теми, кто и с гражданами, и с предприятиями, которые продают их, сдают их в прокат. Да, каршеринговая служба сейчас очень популярна. Да, да. Я понимаю, что это удобно, но должны понимать о том, что если это транспортное средство, то оно должно передвигаться по проезжей части, то есть в соответствии с правилами дорожного движения. Если это такие вот, как я сказал, СИМы, то они должны передвигаться по тротуару, не нарушая, как бы, и они приравно не являются транспортными средствами. Я понимаю, что это достаточно такая сейчас актуальная проблема, она очень активно обсуждается в средствах массовой информации, и я думаю, что будут приняты какие-то дополнительные меры в законодательном порядке. Но в настоящее время, как я сказал, перечень тех мер, которые мы предпринимаем, за текущий период 18 лиц у нас уже привлечено к административной ответственности с различного рода управления вот такими и транспортными средствами, и просто средствами. Вот если, например, кто-то едет на таком устройстве, на электросамокате, сбили ребёнка или человека, получил травму, сходили в больницу, всё зафиксировали, ну, такой, ну, средней степени тяжести, это административная ответственность? Ну, в зависимости от тяжести понесённых телесных повреждений. У нас, кстати говоря, 9 мая был трагический случай, когда жители Ночебоксарска в дворовой территории используют транспортные средства, совершил опрокидывание, и в результате этого получил травмы, повлекшие с собой смерть. Поэтому я бы вот, пользуясь как бы тоже вот сейчас предоставленной возможностью общения с вами, обратился к гражданам, и особенно к ребятам и детям, потому что это разное личного возраста, разного возраста берут в прокат эти средства. Они небезопасны. И здесь надо об этом тоже думать, что не только о безопасности других граждан, которые двигаются по дорогам, по тротуару, но и небезопасны для самого себя. Дополнительная травмоопасность. Присоединяюсь к вашим рекомендациям, что будьте осторожны, конечно, и берегите своих детей. Это лишняя травмоопасность, опять же, опасность для ребёнка и для взрослых, и потом уже ничего, к сожалению, не сделаешь. А так можно было сказать, что это просто развлечение приводит к плачевной ситуации. Вернёмся к криминогенной ситуации. Как вы сами уже сказали, что растёт число преступлений, бесконтактное мошенничество. И ежедневно из новостей мы узнаём, что жители Чувашии переводят сотни тысяч, а то и миллионы рублей злоумышленникам. Принимаются ли какие-то новые меры по выявлению этих преступников и профилактике бесконтактных хищений? Потому что мошенники становятся всё изощрённей. В настоящее время данный вид преступлений, так называемый с использованием IT-технологий, он актуален для всех регионов. И в частности для нас, потому что мы, как я уже сказал, в структуре преступности она занимает достаточно весомую долю. И, безусловно, мы не просто наблюдаем, а принимаем соответствующие меры. В чём они выражаются? Ну, во-первых, мы изменили немножко структурные подразделения в подразделениях своих. Создали, поскольку у нас наиболее подвержены данным преступным посягательствам территории Чебоксар, Новочебоксарская и Канаша, мы создали в них специализированные подразделения, которые занимаются именно в этом направлении, раскрытием преступлений. Это во-первых. Во-вторых, мы, безусловно, ведём активную профилактическую работу, разъяснительную работу с гражданами, с организациями, ведём активную работу с банками, потому что, ну, откровенно говоря, вот способы совершения данных видов преступлений, они банально, так сказать, простые повторяются. И вот, к сожалению, очень плохо, что не слышат наши граждане вот наших этих обращений. Мы систематически обращаемся и с средствами массовой информации, и в индивидуальном порядке, общаясь с нашими жителями нашего региона. Ну, вот приведу просто вот пример, который такой для меня, например, вообще в целом, как бы для меня, когда особенно людей пенсионного возраста, эти мошенники оставляют без денег, для меня это как бы боль. И когда начинаешь разбираться, вот с вами общались, да, говорили, но вот как-то вот не прислушался, или, конечно, это вот немножко, так сказать, меня бескураживает. Но хочу сказать, что не только разновозрастные сейчас люди становятся, причём образованные. Я уж не хочу говорить и место работы, потому что мы тоже это анализируем. Вот вам лично звонили, Виктор Анатольевич? Конечно звонил. Конечно звонили. Вот, причём достаточно так, ну, я очень тактично и чётко, так сказать, направляю в то направление, в которое они должны действовать. Вот, и хочу вот так же сказать, что вот способ, какой вот способ основной распространённый, это когда звонят и представляются сотрудниками банка, когда представляются сотрудниками правоохранительных органов. Ну вот, уважаемые граждане, убедительно вас прошу, вы поверьте, что звонить ни один представитель банка, ни сотрудник не будет вам и говорить о том, что вот у вас проводятся сейчас операции, вам нужно срочно там заблокировать и заплатить деньги. Вот хотел привести пример. Один из наших жителей взял кредитов на сумму свыше двух миллионов. Вот, и играл на бирже, считаю, что получит из этого, вкладывает, так сказать, в определённые акции. Чисто точно, кстати, очень популярны. Вот эти инвестиции, всякие компании. Да, это второй способ, который как бы вот характерен для всех, для нас, совершение данного преступления. Ну и, конечно, первый раз с маленькой суммы получив какой-то выигрыш, второй раз получив какие-то проценты, ну а в третий раз теряет значительную сумму. То есть, вы представляете, два с лишним миллиона лишится, и тем более кредитом достаточно... Большая сумма. Большая, даже небольшая, а огромная, огромная сумма. Ну и таких фактов немало. И более того, хотел бы вот обратиться при покупках, обращении на сайтах, тоже стараться избегать. Я не исключаю достаточно такой распространённый, как Авито. На нём, к сожалению, тоже очень часто случаются факты при покупках обмана. Поэтому, уважаемые наши жители, будьте бдительны в таких случаях. Никому не давайте ваши номера, ваших карт расчётных. И не попадайтесь на уловки этих расхитителей. Если есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, в живом виде, как говорится, обратитесь в банк, либо в полицию. Когда вот такие-то есть, вот такой-то есть, гражданин, а вот это вот было такое или нет. Но поверьте мне, ни один банкир, ни один сотрудник банка не звонит для того, чтобы выяснить вас и сказать вам какую-то информацию. Можно ли здесь сказать, что самое главное не сообщать реквизиты своей карты? И это может уберечь практически, может быть, в 90% случаев от злоумышленников, если вы не будете сообщать номер карты, другой короткий номер, который с обратной стороны? Однозначно. Просто вот себе надо в голову вложить о том, что никому, никому. А если звонят с банка, надо всё подвергать сомнению и просто положить трубочку и обратиться непосредственно в банк. И вам всё там разъяснят в любом филиале. Поверьте мне, мы и проводим такую вот работу, я уже ранее говорил, что вместе с банками и разъяснительную, информационную и достаточно серьёзную работу проводим по профилактике данного вида преступлений. Открою маленький секрет. Буквально, наверное, месяц назад мы весь руководящий состав в течение, наверное, месяца, еженедельно, по четвергам выходили в организации, учреждения, в адреса граждан для того, чтобы разъяснить вот именно способы и методы хищения, чтобы как-то людей просветить в этом плане. Ещё раз обращаюсь, не поддавайтесь на уловки, ловких, так сказать, мошенников. Становится это достаточно прибыльным способом. Ну, представьте себе, что вот два с лишним миллиона человек потерял. Это только один человек, да. Сколько таких случаев? В этом году более полутора тысяч. Это уже сейчас. Будьте внимательней. Злоумышленники в разных сферах действуют. Вот у нас следующий вопрос, он тоже о мошенниках, от наших телезрителей и радиослушателей. 5-6 лет назад в одной из газет напечатали статью о финансовом кооперативе «Благодать». Глава фирмы принимал у граждан деньги под высокие проценты. Гарантировал инвестировать деньги в высокодоходные ценные бумаги и вернуть их с процентами по первому требованию клиентов. Фирму возглавлял некий Нарышкин, как нам позвонили и рассказали. Один из офисов находился по адресу проспект Ленина, 14 в Чебоксарах. Ну, потом фирма, как это часто бывает, резко исчезла. Нашли ли эту компанию, интересуются люди, и как вернуть вообще сбережения вкладчикам? Ну, конечно, эту компанию мы нашли. 5 июня прошлого года мы возбудили уголовное дело по факту мошенничества, по статье 159, части 4. В рамках данного уголовного дела у нас проходят потерпевшими порядка более тысячи человек, а конкретно это 1045. Это жители Чувашии все? Не всегда. Не всегда. У нас охвачены данными мошенническими действиями три региона. Это Чувашская республика, Мариел и Нижегородская область. Вот в общей сложности они совершили мошеннические действия на сумму 470 миллионов рублей. Нами проводятся сейчас расследования. руководители этой организации у нас в отношении его примена мера пресечения заключения под стражу. Я не буду сейчас оглашать все, так сказать, нюансы и обстоятельства и ход расследования, но в текущем году мы планируем данное дело направить в суд. В рамках данного расследования принимаем все меры по, во-первых, установлению и доказыванию всего того, что совершили данные злоумышленники. Пока мы их так квалифицируем. Хорошо. Переходим к следующему вопросу от жительницы Чебоксар. Очень много сообщений про педофилов в интернете. Как уберечь ребенка от домогательств в сети и что делать, если узнали, увидели, что ребенку в мессенджерах пишет или угрожает вот такой злоумышленник? Очень такой вопрос. Действительно, социальные сети не всегда несут пользу, но и дают простор для злоумышленников и преступников. Как поступить людям в таких ситуациях? Сразу, наверное, обратиться тоже в органы полиции? Ну, безусловно. Обратиться, но это уже постфактум. Изначально я хотел бы нацелить всех родителей на контроль за детьми. Тем более, что сейчас практически у всех детей имеются мессенджеры. И вот надо узнать у интернет-провайдеров, имеются ли такие опции, как родительский контроль. И ежедневно контролировать ту переписку, которая осуществляется вашим ребенком. И если вы увидите какие-то сомнительные переписки, а тем более об интимных вещах, то это должно быть для вас сигналом ЧП об немедленном активном действии. и могу вас заверить, что мы с коллегами примем все соответствующие меры, чтобы пресечь и дать соответствующую правовую оценку и привлечь того или иного лица к уголовной, как минимум, ответственности. То есть вот эта переписка в мессенджерах, она является достаточной для того, чтобы написать заявление, прийти в полицию тут же? Однозначно. Виктор Анатольевич, а что сделано вашим ведомством для организации безопасного отдыха детей в летний период? И усиливается ли патрулирование в каких-то местах именно летом, во время каникул? Да, в современных условиях это достаточно актуальная тема. У нас в реестре Чувашской республики зарегистрировано 324 организации, которые занимаются отдыхом детей. Из них это 10 загородных лагерей, в которых у нас заключены, не у нас, а в этих лагерях заключены договора с частными охранными предприятиями. И в обязательном порядке нами контролируется безопасность проживания и пребывания там детей. Кроме этого, существуют пришкольные лагеря, это в том числе из которых перечислены порядка 290-80, по моей информации. Вот ежедневно в них бывают сотрудники органов внутренних дел с целью взаимодействия с организаторами, с учителями, с преподавателями, с директорами, те, которые организовывают данный отдых и выясняют, не совершаются ли там какие-то правонарушения и оказание соответствующей содействия. Кроме этого, у нас приближены наряды с задействованием системы единой дислокации к местам организации детского отдыха. И, кроме того, с целью такого нашего внутриведомственного контроля мы обязываем руководителей территориальных органов, руководящий состав выезжать в данные места, контролировать, смотреть, как обстоят дела, чтобы иметь достаточно полную картину всего происходящего. Вот как обстоит ситуация на сегодняшний день? Лагеря уже работают практически целую неделю. Ваши сотрудники все и до открытия, и уже после открытия, наверное, их посетили и на улицах города. Пока все спокойно, не было правонарушений как от подростков, так и против них. Ну, вот кричащего что-то пока такого, чтобы здесь бить какую-то тревогу, у нас нет. Ну, а какие-то такие, наверное, мелкие факты, которые они решаются, так сказать, и рассматриваются на этом. Но пока заявлений в наш адрес не поступило. Мы тоже посещали лагеря в этом году. Мне кажется, дети просто счастливы, что вообще после такого года, когда в прошлом году не было ни одной смены, они вообще выбрались, и на самом деле там, мне кажется, только позитив и только хорошие эмоции. Конечно, да. После такого. Переходим к следующему вопросу от нашей телезрительницы или радиослушательницы, которая рассказала про ситуацию, которая произошла с ее подругой. Девушка встречалась с парнем, вместе начали жить. Спустя некоторое время девушка решила расстаться со своим молодым человеком. Он яростно отреагировал, и девушке приходилось спрятаться от него. На этом история не закончилась. Молодой человек стал выкладывать в социальные сети интимные фото девушки, и ее номер телефона угрожал ей расправой. Можно ли привлечь к ответственности, и какое наказание за публикацию чужих откровенных фоток грозит вот таким людям? Ответственность за публикацию интимных фоток предусмотрена статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение неприкосновенной частной жизни. Что грозит таким злоумышленникам? Ну, санкции достаточно серьезные. И главное своевременно задокументировать, и также, как я говорю, обратиться к нам в органы. И при соответствующих сборах соответствующих доказательств наши коллеги Следственного комитета дадут правовую оценку и в зависимости от собранного материала тот злоумышленник понесет ответственность в соответствии с Уголовным кодексом. А это получается, если на словах и опять же в мессенджерах один взрослый человек угрожает другому, это является доказательной базой тоже для наказания злоумышленника? Или тут только какие-то меры такие профилактические, рекомендательные для того, кто угрожает? Ну, угроза – это совсем другое немножко, чем вторжение в частную жизнь. И здесь, ну, поймите правильно, надо же доказать или нету правильно. Да, я интересуюсь, сложно доказать. Каждый факт индивидуален в данном случае. И при обращении граждан к нам мы собираем соответствующий материал, объяснение, доказательственную базу. И в зависимости от собранного материала мы даем оценку тому или иному деянию. То есть либо там угрозы, может быть, там нанесение уже телесных повреждений, лёгкость, средней тяжести. В зависимости от этого квалифицируется то или иное деяние. А часто к вам обращаются вот с такими? Ну, часто. Жители Чуваши? Да, очень часто. И вот особенно в последнее время бытовая преступность, она, так сказать, вызывает у нас тоже озабоченность, которую мы принимаем. поверьте мне, что проводится достаточно значительный комплекс мероприятий, и зачастую мы активизируем работу, проводя такие вот оперативно-профилактические мероприятия в рамках операции там правопорядок. Можно раскрыть, как проводится операция? Или это тайна? У нас нет, тайны никакой нет. Есть те граждане, которые не в ладах с законом, так прямо скажем. Вот, они требуют более пристального внимания. И те семьи, которые у нас стоят на особом, как говорится, контроле, откуда часто поступают какие-то сообщения о противоправных деяниях. Поэтому вот в преддверии как бы выходных дней мы стараемся, чтобы это не переросло в более тяжкое преступление. И поэтому принимаем меры предупредительно-профилактического характера. Их навещают ваши сотрудники? Конечно. Буквально пару недель назад полицейские задержали очередного закладчика наркотиков в Новочебоксарске. Предлагаю посмотреть сюжет. 16 мая пеший патруль отдельного батальона ППС Новочебоксарска сержанты полиции Сергей Борисов и Максим Кузнецов заступили на дежурство в парк культуры и отдыха Ельниковская роща. По тропе здоровья полицейские направились вглубь парка, где и встретили того, кто пришел сюда явно непросто подышать свежим воздухом. Маршрут патрулями был Ельниковская роща полностью и интуитивно получается пошли туда. Молодой человек, ПЕСНЯ Но встреча с полицией похоже не входила в планы прохожего с рюкзаком. Он бросился на утек. Парень спасался сам и спасал свой товар. Синтетический наркотик Мефедрон. Сколько с тобой утекла? 20 грамм. Запрещенное вещество уже было расфасовано по пакетикам, которые закладчик должен был разложить по тайникам и передать информацию клиентам. По какой-то иронии он выбрал для этого так называемую тропу здоровья, с которой свернул сам, став употреблять наркотики и занявшись их сбытом. Да не, я сам привел как-то безходить. Сколько тебе лет? 23. 23-летний новый чебоксарец оказался немногим старше задержавших его патрульных. Но, несмотря на небольшой стаж службы, полицейские сразу вычислили злоумышленника. Как только ты нас увидел, ты ускорил шаг. Как только я за тобой пошел и ты боковым зрением меня увидел, ты побежал. А убежать у тебя от меня не получится. За год задержанный прошел путь от потребителя до закладчика, а теперь и до подозреваемого в уголовном деле. Ну, изначально все было с агрессией, после чего уже отчаяние какое-то понимал человек, то, что грозит срок. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия с участием сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Почувашии. Виктор Анатольевич, много ли закладчиков сейчас ловят? Что делать людям, которые во дворе практически в каждом, наверное, сейчас видят объявление, в котором предлагают сомнительный заработок? Взрослые люди адекватные все понимают, подростки, может быть, не все. Что это за заработок и что за это грозит? И если закладчики ходят по дворам, по детским площадкам, везде что-то ищут, это всё-таки опасные достаточно люди всё равно. Много ли их сейчас и что делать людям? Вот у нас под наблюдением наркологической службы в настоящий момент находится 1786 потребителей наркотических средств. Это, конечно, специфичные люди и, безусловно, требующие определённого внимания, в том числе и лечения. Но у нас на территории действует, организованная действует антинаркотическая комиссия, которая возглавляется нашим главой республики Олегом Алексеевичем Николаевым, и мы, в которой включены многие ведомства заинтересованные, и на заседаниях, которые ежеквартально проводятся, рассматриваются данные вопросы и в том числе участие каждого ведомства в профилактической деятельности. Буквально в прошлом месяце мы при прокуроре республики на координационном совещании рассмотрели данный вопрос и приняли ряд дополнительных мер по активизации деятельности там, где, на наш взгляд, имеются определенные упущения. Для органов внутренних дел, и в частности для нас, для МВД Почувашской республики, основная сегодня задача это перекрытие каналов поступления в нашу республику наркотиков. И вот здесь мы активно работаем и примером тому может служить тот факт, что в апреле месяце на посту ГАИ нами был задержан автомобиль, в котором передвигался житель Владимирской области, у которого было изъято порядка 10 килограмм наркотических веществ. Кроме того, часть из которого, конечно, она предназначалась для распространения на нашей территории. В ходе проведенных мероприятий мы на территории гранич с нами республик изъяли еще значительное количество, а именно порядка 4 килограмм в двух субъектах нашей Российской Федерации. То есть, как вы понимаете, что это бизнес, с которым мы активно боремся, и понятно, что закладчики, мелкие, которые существуют, это уже последователи того поступления, которые идут к нам извне. Могу сказать, что разделение наше по борьбе с незаконным оборотом наркотиков находится в числе лучших рейтингов по стране. Встречаются и такие случаи, когда на дачных и приусадебных участках начинают расти запрещенные растения, такие как мак или конопля. Что делать владельцам в таких случаях? Потому что иногда владельцы даже не в курсе и, может быть, даже не знают, что это за растение. И грозит ли им за это ответственность? Были ли такие случаи у нас в последнее время? Во-первых, я должен всех ознакомить о том, что в соответствии с статьей 18 федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществ на территории нашей страны запрещено культивирование наркотических веществ, психотропных веществ и различного рода прикурсоров за исключением только в научных целях. То есть бабушкам мак для булочек выращивать нельзя в саду? То есть точно это все однозначно? Однозначно. И могу сказать о том, что за нарушение данного федерального закона наступает уголовная и административная ответственность. Уголовная ответственность предусматривается статьей 231 Уголовного кодекса, а в административном кодексе обозначена статья 10.5.1. Поэтому я бы не рекомендовал не только там мак, но и другие наркосодержащие растения выращивать для того, чтобы потом не попасть просто в ситуацию, в которой придется уже разбираться и о чем потом можно пожалеть. То есть как никогда здесь актуальная поговорка «Незнание закона не освобождает от ответственности в этом случае?» Однозначно. Еще один вопрос от наших зрителей. В Чебоксарах установлена система «Безопасный город». На каждой улице ли работает она, помогает ли это увидеть и предотвратить преступления? Какие вообще плюсы людям от этих камер? Вот у нас сейчас на территории республики функционирует 3744 камеры видеонаблюдения. И мы активно и я благодарен этому пониманию администрации города Чебоксары, поскольку здесь в основном сосредоточены все массовые мероприятия и основные совершаются правонарушения. мы активно работаем и предлагаем органам власти для того, чтобы установить камеры видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей, там, где наиболее подвержены каким-то правонарушениям и в частности преступным посягательством. Вот какая польза от камер? Я уже говорил, в первую очередь, если нормальный гражданин видит о том, что установленная камера, он себя будет вести и дисциплинирует это поведение. Это уже профилактика. Это профилактика, конечно. И когда человек совершает какое-то правонарушение, то нам с помощью камеры проще, так сказать, установить и доказать его вину в том или ином правонарушении. Ну и, конечно, с помощью камер видеонаблюдения у нас раскрывается достаточно значительное количество в том числе и тяжких, особо тяжких преступлений. На территории ВВД города Чебоксара создан Центр управления нарядами, который активно это использует. И нам данный вид камер и данный АПК, безопасный город, оказывает серьезное содействие в раскрытии и профилактике преступлений на улицах и в общественных местах. Кстати, я вам говорил, что у нас в общественных местах снизилось число совершаемых преступлений. Это в первую очередь по причине функционирования данного безопасного города. То есть злоумышленники четко понимают, что в местах массового пребывания людей, где проводятся разные акции, мероприятия, там-то камеры есть точные. Татьяна, а вот вы сами себя представьте, если вы пришли на площадь, вы будете нарушать? Вообще, я бы на площади вообще никогда не стала, конечно, надеясь, что вообще не на площади тоже. Но для меня, как я представляю, как и любой наш телезритель, наверное, работаю этих камер, вот сидят в центре управления нарядами люди, смотрят в эти мониторы, где установлены камеры, насколько они могут вообще охватить, видят, например, на каком-то участке что-то происходит, совершается какое-то преступление. Они сразу вызывают туда наряд полицейских и, возможно, даже предотвратить преступление или хотя бы застать там преступника и наказать его. Вот я правильно вообще понимаю систему работы? Абсолютно правильно. Вот и когда... Ведь у нас сейчас многие знают закон, да, и чтобы доказать, а когда посмотрят на картинку, то становится всё... То есть даже оправдываться нет уже смысла? Да, совершенно верно. Хорошо. Это хорошее является доказательством базы. Увеличивается, кстати, число камер с годами? Ну, увеличивается, но, к сожалению, часть из них находится в неработоспособном состоянии, поэтому мы активно работаем сейчас с администрацией и вот об изменении подходов в формировании и обслуживании данного АПК. То есть, как и любая техника, в постоянном обновлении они нуждаются? Да, ну, что там говорить? Вот примеры. Нужны, во-первых, камеры, имеющие определенную разрешительную способность, камеры, которые могут распознать в ночное время, и ряд других технических требований, которые сейчас в прогрессе не стоят на месте, вот, и он совершенствуется. Вот, поэтому я думаю, что это серьезные подспорья как в профилактике, так и в системе доказывания. Угу. Очень интересная у вас работа, у вашего ведомства. А какие условия существуют сегодня для тех, кто желает связать свою судьбу с работой в полиции? Куда можно вообще обратиться для поступления на службу? Есть ли вакансии для девушек? Вот так. Вот так. Мы с удовольствием возьмем. Нужно ли для этого специальное образование? Или можно пройти стажировку? Какие вообще условия приема на работу? И требуются ли вам сотрудники? Да, нам, у нас некомплект составляет порядка 300 человек. По республике, да? По республике, да. он соответствует 6 процентам. И это, в общем-то, ниже среднероссийского показателя. Но потребность, как всегда, безусловно, в новых поступлениях у нас есть. Никакое нет гендерного различия, ни по расу, ни по расу. Единственное требование только, чтобы было 18 лет здоровья и соответствующее образование. и обращение в органы внутренних дел, в кадровый аппарат, что желание как бы устроиться. И впоследствии, пройдя определенную подготовку, проверку, мы готовы принять у себя и девушек, и мужчин. Причем есть потребности. В основном как бы девушки, они у нас применяются и используются в таких сложных профессиях, поскольку они тоже являются более ответственными, наверное, следствия, знания. Очень активно у нас и большой процент, может быть, даже и в полном объеме в таких подразделениях существует, как по делам несовершеннолетних. У нас найдется место, ну а в таких структурных подразделениях, как уголовный розыск, участковые, наружных службах, конечно, приоритет ставится мужчинам, поскольку это силовые. Ну и вот представьте себе, как инспектор участковый, полномоченный приходит в двор, где какой-то дебош, скандал, и как она будет разговаривать с тем. Хотя есть девушки такие, которые могут и коня сказать. Ну, сколько остановить, это точно. Поэтому мы всегда подходим на это предметно. У нас установлен так называемый кадровый день, и я лично провожу прием, собеседование со всеми принимаемыми и увольняемыми. А юридическое образование критерии или нет? Критерии, но у нас есть и другие службы, где соответствующие. Можно и с другим. Высшее образование, например, экономическое, техническое какое-то. Да, очень серьезные были требования к состоянию здоровья у нас. Сейчас немножко, так сказать, происходят какие-то определенные, я бы не сказал, что послабления, но изменения требований. Поэтому 18 лет образования и здоровья мы ждем всех в своих рядах. Более того, я скажу, что мы проводим активную разъяснительную работу в учебных заведениях, высших учебных заведениях. Конечно, есть у нас и учебные заведения, те, которые готовят специалистов уже профильного направления. Самые ближайшие это Казань, Нижний Новгород. То есть в ускоренном варианте можно пойти? Ну, имеется в виду в том, что закончив школу, пройдя армию, там молодой человек поступает к нам, мы его направляем на обучение, он получает там высшее уже образование и приходит уже к нам как бы готовым специалистом. Поэтому мы активно работаем и проводим разъяснительную тоже работу, что ждем всех в своих рядах, кто желает, мы готовы рассмотреть любой кандидатур. Вот зря говорят, что дети нынешние не хотят становиться полицейскими, я думаю, что это неправда. На самом деле много детей, которые тоже с детства со школьной скамьи хотят стать полицейскими и уже интересуются службой в органах внутренних дел. Куда им можно обратиться, девочкам и мальчикам, для дополнительной подготовки, пока они не растеряли этот интерес? И какая работа в целом проводится министерством в этом направлении с подрастающим поколением? Ну, я бы этот вопрос осветил в двух направлениях. В первую очередь то, что наш подход к созданию и формированию определенного патриотического сознания направлен на молодежь. И второй, это в числе проводимой этой работы мы формируем сознание и рассказываем детям о том труде, который мы делаем. У нас есть так называемая подшефная школа, на базе СОЖ-14. Созданы кадетские классы. Школа называется имени генерала майора Архипова. И мы очень часто, и в первую очередь я, бываю там и встречаюсь с кадетами и вижу как бы изменения с первого класса к девятому, к десятому, к окончанию, как меняется сознание и какое желание ребят. А самое главное, что в числе выпускников, которые в этом году выпускались, есть значительное число подростков. Надеюсь, что они сейчас высказали свои пожелания служить, продолжать дальше службу в наших рядах. И самое интересное, то, что их число с каждым годом увеличивается, и меня это очень радует. Спасибо, Виктор Анатольевич. Желаем вам хороших сотрудников, больше раскрытых преступлений. Я напомню, сегодня на вопросы телезрителей и радиослушателей отвечал министр внутренних дел Почуварской республики, генерал-майор полиции Виктор Анатольевич Шмидков. На вопросы, которые не вошли в программу, сотрудники МВД ответят в течение 30 дней, а запросы, которые вне компетенции ведомства перенаправят в соответствующие органы. До свидания. До свидания.